Сергей Викторович, раз уж военная и военно-политическая тема привела сегодня в Минск, давайте с этого начнем. Как Вы считаете, отмечая свой юбилей, уже немаленький, ОДКБ стала такой альтернативой и противовесом НАТО сегодня на постсоветском пространстве? Во-первых, я не думаю, что ОДКБ это только военная и военно-политическая темы. Это еще и просто политика большая, политика интеграции, обеспечения безопасности во всех ее измерениях на нашем общем пространстве. Безопасности антитеррористической, антинаркотической, антипреступной, во всех смыслах, по большому счету. Юбилей действительно важный. 25 лет договор о коллективной безопасности, 15 лет организации того самого договора, которое сейчас достигло, я считаю, этапа зрелости своей. И в подавляющем большинстве направлений, которые были обозначены главами государств, у нас есть зримый, значимый, очень существенный прогресс. Что касается сравнения с другими военно-политическими блоками, структурами, я не вижу необходимости гнаться за какой-то репутацией по сравнению конкретно с НАТО. У нас несколько иные задачи. НАТО существует, по большому счету, уже искусственно. После того, как исчез Советский Союз, как исчез Варшавский договор, НАТО смысл своего существования утратило. И, прежде всего, американские, заокеанские наши коллеги поддерживали военно-политический блок Североатлантического альянса в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу. Это очевидно истинно, и любой политолог это знает и давно уже усвоил. И подвернулась тема Афганистана, на которой НАТОвцы практически десятилетия сохраняли смысл своего единения. А когда Афганистан уже исчез, как объединяющая их тема, нужно было что-то еще придумать. И вот подвернулась Российская Федерация, как страна, которая отстаивает свои интересы в тесном взаимодействии со своими союзниками, на пространстве, которое исторически нам всем принадлежит. Это вызвало недовольство. Недовольство, прежде всего, тем, что мы не согласились с грубейшим нарушением НАТОвцами договоренности, которые были достигнуты в 90-е годы. А именно о том, что безопасность неделима, что НАТО не будет расширяться на восток. А впоследствии в качестве компромисса было условлено, что расширение НАТО на восток не будет сопровождаться размещением существенных боевых сил в новых странах-членов. Все эти договоренности были грубейшим образом попраны НАТОвцами. И они пытались уже ставить всех наших соседей перед выбором. Либо вы с Россией, либо вы с Западом. К чему все это привело, мы видели и в Грузии, и на Украине. И я очень надеюсь, что Организация договора коллективной безопасности не будет идти по этому пути. Мы никого не шантажируем, никому не предъявляем ультиматумы. Мы озабочены своей собственной безопасностью на территории стран-членов ОДКБ. У нас своих забот достаточно. И мы не стремимся играть в геополитические игры. — Судя по реакции на последние учения белорусско-российские, Запад встревожен таким тесным сотрудничеством Белоруссии и России в военной сфере. Скажите, а вот Россия как-то встревожена, переживает по поводу участия Белоруссии в восточном партнерстве? — Во-первых, про учения скажу, что не столько Запад встревожен, сколько Запад опять-таки пытался использовать этот повод проведения нами учений. Вернее, использовать проведение учений как повод для того, чтобы опять нагнетать истерию. — Потому что и Беларусь, и Россия заблаговременно проинформировали страны, которые участвуют в венском документе о мерах доверия и безопасности. Это документ принят по линии ОБСЕ. Как и положено, все были уведомления направлены, все наблюдатели были приглашены. Причем даже приглашения выходили за рамки необходимого. И все, кто хотел на этих учениях побывал, все, кто побывал, подтвердил, что все было транспарентно. Но под шумок, когда нагнеталась вот эта истерия, удалось нашим американским коллегам вместе с натовцами разместить на территориях Прибалтики, Польши дополнительные военные контингенты, дополнительную военную технику. То есть повод был использован, опасения совсем не оправдались, но, как бы говорится, дело уже закрыто. Что касается восточного партнерства, мы никогда никого не учим жизни. Мы сами с Евросоюзом имеем соглашение о партнерстве, которое, к сожалению, заморожено не по нашей вине. И мы никогда не испытывали каких-либо сомнений по поводу того, что все наши соседи, все наши друзья хотят иметь хорошее отношение со всеми своими партнерами и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. И да, мы видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать восточное партнерство в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Это проявилось в том числе и в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на том самом саммите восточного партнерства, который состоялся в Брюсселе несколько дней назад. Но подавляющее большинство стран Евросоюза понимает, что это будет очередная попытка с негодными средствами, и что внедрять антироссийский запал в любые контакты с странами-членами СНГ, это контрпродуктивно и бесперспективно. И мы очень оценили твердую позицию Беларуси вместе с рядом других участников Восточного партнерства против подобных попыток. И то, что в итоговой декларации, несмотря на желания некоторых участников саммита, не содержится каких-либо потусторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с Евросоюзом, мы видим большую роль Беларуси, которая не позволила сделать этот процесс политизированным, идеологизированным, и которая видит в нем свой коренной интерес развивать нормальные отношения с западными европейцами. Так что, мне кажется, здесь у нас никаких разночтений не проглядывается. Нет какой-то червоточинки никакой нет? У нас никаких в отношении Беларуси, в отношении Армении, в отношении Азербайджана у нас никаких сомнений и подозрений нет. Есть, конечно же, мы видим, как ведут себя наши украинские коллеги, молдавские коллеги, грузинские коллеги, но, повторю еще раз, им не удается, и уверен, что не удастся, всю схему восточного партнерства перевести в антироссийское русло. А усилия Беларуси по регулированию ситуации в Украине, как политическая верхушка России оценивает? Насколько это было неожиданным? Вот эта инициатива Беларуси как-то согласовывалась с Россией? Или это был экспромт? Александр Григорьевич Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для диалога, той самой нормандской четверки, которая была сформирована в июне 2014 года, мы сразу это поддержали. Здесь сейчас даже, наверное, нет смысла говорить, было это согласовано, не согласовано. Это было предложение от чистого сердца, которое сразу же было поддержано и нами, и украинской стороной, и Германией, и Францией. И я помню эти 17 часов без сна, без отдыха в феврале 2015 года, которые дали результат в виде комплекса мер по регулированию украинского кризиса, который, комплекс мер был тут же одобрен Советом безопасности, он единогласный, и который до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, позволяющим этот кризис урегулировать. Другое дело, что не все из того, что было записано, выполняется, но я думаю, что усилия мы будем продолжать, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы и для переговоров, которые в скором времени, по-моему, возобновятся по линии помощников глав государств Нормандской четверки. Тревожная новость недели. Северная Корея запустила очередную ракету, межконтинентальную, баллистическую, которая способна нанести ядерный заряд, донести его до берегов Японии, Южной Кореи, США и России в том числе. И в первую очередь США, Южная Корея, Япония сполошились, потребовали созвать Совет Безопасности ООН. И вот в этой ситуации Россия и ОДКБ как должны поступать? Должно ли ОДКБ озаботиться, в том числе, о ситуации на корейском полуострове? ОДКБ, в принципе, имеет единую позицию. Эта позиция заключается в том, что мы не приемлем претензии Северной Кореи на обладание ядерным оружием. Мы поддерживаем, все страны ОДКБ поддерживают резолюции Совета Безопасности ООН. Мы соблюдаем те санкции, которые были введены. Но одновременно все страны ОДКБ выступают за то, чтобы отойти от риторики, отойти от угроз, от оскорблений. И все-таки нащупать возможности для возобновления переговоров. Отмечу, в связи с последним испытанием ракеты, которые Северная Корея запустила, что более двух месяцев северокорейский лидер не предпринимал никаких авантюр. Параллельно нам наши американские коллеги дали понять, что следующие крупные учения военные вокруг корейского полуострова, планируются только на весну следующего года. И такой был намек, что в этой ситуации, если бы вот эта пауза, которая естественным образом возникает в процессе американо-южнокорейских учений, если бы эта пауза была еще использована Пхеньяном для того, чтобы тоже не нарушать спокойствие, можно было бы создать условия для того, чтобы завязать какое-то дело. Мы сказали, что мы ценим такой подход, работали с Пхеньяном, вдруг через две недели после того, как нам американцы такой сигнал послали, они объявляют о внеочередных учениях в октябре, то есть не весной, а в октябре, потом в ноябре, сейчас объявили очередные учения в декабре. То есть ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он на них как бы сорвался, на их провокациях. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационные поведения наших американских коллег. И, к огромному сожалению, они пытаются вот в ту же сторону уточить и японцев, и южнокорейцев, которые, как вы абсолютно правильно сказали, будут первой жертвой в случае развязывания войны на корейском полуострове. — После такого комментария, наверное, многие испугаются, может быть, не приедут на Олимпиаду в Южную Корею. Как считаете, состоится Олимпиада в Южной Корее? Не помешает это? — Мне кажется, что американцы об этом вообще не думают. То, что Сеул всерьез озабочен перспективой, я бы сказал так, неудачных Олимпийских игр, это факт. Они об этом открыто практически говорят, и в связи с тем, что происходит на корейском полуострове, и в связи с провокациями против российских спортсменов. — Кстати, вам вопрос как любителю футбола. Чемпионат мира в России в следующем году состоится, и вы, наверное, как-то отслеживаете. Все эти события связаны с чем-то 2018. Кто станет чемпионом? Ваш прогноз? — Сильнейший, сильнейший. И я буду болеть за красивую игру. — Спасибо, Сергей Владимирович. — Спасибо.